Пандемия и новый финансово-денежный порядок Соединенных Штатов Америки. Я, как всегда, зачитываю статью без сокращений. Итак, я уже не раз писал о проекте Великой Перезагрузки The Great Reset, анонсированном в этом году бессменным руководителем Всемирного Экономического Форума Клаусом Швабом. Великая Перезагрузка обещает, что нынешнее поколение человечества уже сможет оказаться в дивном новом мире. За красивыми обещаниями светлого будущего скрывается план перехода мира в посткапитализм, в котором 99% населения планеты окажутся в цифровом концлагере. Управлять этим концлагерем будут те, кто себя называет мировой элитой, инициаторы и авторы проекта Великая Перезагрузка и ее обслуга. Фактически, реализация этого проекта уже началась. Как неоднократно отмечал и отмечает Клаус Шваб, старт у Великой Перезагрузки очень способствует так называемая пандемия COVID-19, которая развязала мировой элите руки, дала основания для того, чтобы начать загонять людей в концлагерь. Более того, этот деятель неустанно повторяет – возврата к нормальной жизни не будет. Целостного детального плана Великой Перезагрузки в момент его анонсирования начала июня этого года еще не было. Элита не обо всем договорилась. И сам Клаус Шваб и его единомышленники, такие как член английской королевской семьи Принц Чарльз, премьер-министр Англии Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдом, бывший президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари Клинтон, нынешний не очень легитимный президент США Джо Байден, президент Европейского Центрального Банка Кристина Лагард, принадлежащая клану Ротшильдов Лейди Лин, исполнительный директор МВФ Кристаллина Георгиева, известные представители Демократической партии США Эль Гор и Джон Керри и другие на протяжении последнего полугодия не раз высказывались по вопросам великой перезагрузки. И с каждым месяцем план приобретает все более четкие очертания. Хочу сосредоточиться на финансовой стороне плана. Во-первых, планируется постепенный отход от прежней валютной системы, базирующейся на гегемонии доллара США. Вот, например, осторожное высказывание Клауса Шваба из его книги COVID-19 The Great Reset. Цитирую. Статус доллара в качестве резервной валюты не может длиться дольше, чем иностранная вера в способность держателя выполнять свои платежи. Есть ли жизнеспособная альтернатива? США остаются грозным мировым финансовым гегемоном. Наверное, и то, что многие страны хотели бы бросить вызов мировому господству доллара. Это непомерное привилегия неразрывно связано с мировой властью, восприятием Соединенных Штатов как надежного партнера и их ролью в функционировании многосторонних учреждений. Конец цитаты. Одним из соратников Клауса Шваба можно назвать Марка Карни, имеющего на сегодняшний день официальную должность специального посланника ООН по климату. Кроме того, одной из его полуофициальных должностей является участие в правлении коалиции за инклюзивный капитализм, созданной, упомянутой выше, Линде Ротшильд. Коалиция призвана практически внедрять в жизнь идею великой перезагрузки. Так вот, господин Карни, не столько климатолог, сколько банкир, в 2008-2013 годах возглавлял Банк Канады, в 2013-2020 годах занимал пост управляющего Банка Англии. В прошлом году проставился своим заявлением на ежегодной 2019 года конференции Федеральной резервной системы США в американском городе Джексон-Холл. Во время встречи с главами центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС на площадке конференции Марк Карни предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой. Тогда это прозвучало почти как вызов. Теперь это заявление Карни уже никого не удивляет. Вместе с Карни и другие продвинутые банкиры признают, что в ближайшие годы место традиционного доллара США займет цифровая валюта. В настоящее время, как известно, все ведущие центробанки ФРС США, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии, Народный банк Китая, Центробанк Швеции и другие объявили о создании своих цифровых валют. Со временем цифровые валюты отдельных центробанков могут исчезнуть, растворившись в единой мировой цифровой валюте. Во-вторых, ожидается размывание существовавшей ранее грани между центробанками и Минфинами. Отчасти это обусловлено именно тем, что место обычных денег займет цифровая валюта. Хотя на сегодняшний день существует несколько моделей эмиссии и обращения цифровой валюты, наибольший шанс на практическое воплощение имеет следующий вариант. Центральный банк имитирует цифровую валюту путем открытия у себя счетов для всех физических и юридических лиц и размещения этой валюты на указанных счетах. В этой схеме уже и коммерческие банки оказываются пятым колесом в телеге. Они лишаются своей привычной роли посредника между ЦБ и массой конечных клиентов, физических и юридических лиц. Но эта схема может привести также к ослаблению роли Минфина, казначейства. В этом году, например, весной происходила раздача денег гражданам США в размере 1200 долларов в расчете на душу взрослого населения. Эти деньги называли вертолетными. Деньги были напечатаны Федеральным резервом, переданы в виде займа Минфину, а он уже в свою очередь раздавал деньги гражданам. Если у физических лиц будут открыты счета непосредственно в ЦБ, то схема распределения вертолетных денег упрощается. Минфин становится излишним звеном. Деньги могут поступать непосредственно на счет физического лица, открытые в ЦБ. В предыдущих статьях я уже говорил, что в рамках проекта Великой Перезагрузки обещано введение так называемого безусловного базового дохода для всех без исключения граждан. Такая социальная помощь несколько напоминает вертолетные деньги, но в отличие от последних они выделяются на постоянной основе и в постоянном объеме. В принципе, для распределения безусловного базового дохода можно также обходиться без Минфина, используя Центробанк и имеющиеся в нем счета физических лиц. Можно сказать, что подобные схемы означают не только размывание грани между Центробанками и Минфинами, но и умаление роли последних, то есть Минфинов. В-третьих, становится понятным, что некоторые традиционные финансовые институты будут постепенно утрачивать свое влияние в мире денег и финансов, а другие наоборот наращивать. Неооруженным глазом видно ослабление позиций известных банков Пол-Стрит, Лондонского Сити, ведущих банков континентальной Европы. Внешне такие банки выглядят до сих пор очень внушительно. Если их оценивать с помощью показателей прибыли, активов, оборотов и так далее. Но все познается в сравнении. За последние годы резко укрепили свои позиции корпорации, относящиеся к сектору информационных технологий, особенно тем, которые занимаются цифровыми технологиями. Самым крупным и влиятельным банком на Уолл-Стрит считается JP Morgan Chase & Company. Его рыночная капитализация на начало осени этого года составила 292 миллиарда долларов. А вот для сравнения значения этого показателя по ведущим американским корпорациям сектора IT. Миллиард долларов. Microsoft 1 триллион 359 миллиардов. Apple 1 триллион 286 миллиардов. Amazon 1 триллион 233 миллиарда. Alphabet, за которой стоит Google, 919 миллиардов. Facebook 584 миллиарда. Как видим, разрыв между банками и Уолл-Стрит и компаниями Силиконовой долины колоссальный. Причем примечательно, что в ходе так называемой пандемии рыночной капитализации корпораций Силиконовой долины росла, а банков Уолл-Стрит падала. Даже китайские IT-компании обошли по капитализации американские банки Уолл-Стрит. Например, у группы Alibaba капитализация на начало осени составила 545 миллиардов долларов, у Tencent 510 миллиардов долларов. Все внимательные эксперты уже прекрасно понимают, что одним из главных драйверов великой перезагрузки является сектор IT, особенно корпорации Силиконовой долины. Их роль определяется тем, что они участвуют в строительстве мирового цифрового концлагеря. В том числе они участвуют в разработке и внедрении цифровой валюты. Вроде бы работа ведется на паритетной основе. Это как бы совместный проект центробанков и IT-гигантов. Но велика вероятность того, что в конечном счете из этого совместного проекта ЦБ будут изгнаны и останутся лишь IT-гиганты. Однако надо иметь в виду, что и IT-гиганты не являются бенефициарами последней инстанции в этой игре под названием «Великая перестройка». И тут я перехожу к заключительной части своих рассуждений. А кто стоит за IT-гигантами Силиконовой долины? Кто их хозяин? Вопрос непростой. Финансовая отчетность указанных компаний достаточно размыта. Создается впечатление, что у них сотни тысяч акционеров. Но все-таки наиболее крупными являются те, которые относятся к группе большой четверки финансовых холдингов. Это Vanguard Group, State Street Corporation, Fidelity и BlackRock. Я уже неоднократно писал об этой великолепной четверке. Здесь лишь отмечу, что эти же самые финансовые холдинги отражаются в первых строчках списков акционеров банков Уолл-стрит. А поскольку банки Уолл-стрит являются акционерами Федеральной резервной системы США, то следовательно холдинги указанной четверки можно отнести к акционерам ФРС более высокого уровня. Об акционерах последней инстанции можно лишь догадываться, хотя кое-какие соображения по этой теме я уже излагал. Сейчас я хотел бы обратить внимание на то, что разворот мира под кодовым названием The Great Reset конечно же осуществляется в соответствии с планами большой четверки, а Клаус Шваб и его соратники лишь озвучивают эти планы и в меру своих сил их исполняют. Мои наблюдения показывают, что особая роль в проекте The Great Reset принадлежит финансовому холдингу BlackRock. Он был создан совсем недавно, в 1988 году Ларри Финком. Изначально являлся дочерней компании Blackstone Инвестиционного фонда основанного Стивеном Шварцманом и бывшим министром торговли США Питером Петерсоном. Между прочим, последний президент Совета по международным отношениям до самой его смерти в 2007 году. В марте этого года денежные власти США ФРС и Минфин в связи с так называемой пандемией COVID-19 анонсировали программу помощи американской экономике и гражданам страны на несколько триллионов долларов. Многих тогда заворожили астрономические суммы помощи, и лишь немногие эксперты обратили внимание на то, что одновременно был создан новый механизм взаимоотношений между ФРС США, американским казначейством и экономикой. Для вливания гигантских объемов денег в экономику Федеральные резервы казначейства договорились, что будут созданы компании специального назначения Special Purpose Vehicle или сокращенная аббревиатура SPV. Казначейство выступает учредителем таких компаний и формирует их уставной капитал. Под каждый доллар капитала SPV Федеральный резерв может выдавать до 10 долларов кредитов, а компания SPV размещают деньги в экономике сообразно их представлениям о приоритетах, рисках, доходности и тому подобное. Но самое удивительное, что было принято решение о том, что управление компаниями SPV на данный момент их число равно 11 возьмет на себя финансовый холдинг BlackRock. Таким образом возник триумвират ФРС казначейства BlackRock, в котором на последнего из названных участников возложена величайшая ответственность правильного в кавычках распределения имитируемых федеральным резервом триллионов. Бесспорно, что и раньше финансовый холдинг оказывал влияние на денежно-кредитную финансовую политику США, но делал это незаметно. Видимо, сегодня можно уже действовать более открыто. Вот BlackRock и встал на тяжелой в кавычках работу по раздаче астрономических сумм, сняв с Федерального резерва и казначейства бремя ответственности. Кто-то из экспертов уже считает, что в 2020 году радикально поменялась финансово-денежная архитектура США. Во главе финансового мира Америки стал холдинг BlackRock. АФРС стал его придатком, выполняющим техническую функцию по печатанию денег. Между прочим, BlackRock еще в начале года была самым крупным финансовым холдингом большой четверки. Под его управлением находились активы на общую сумму 7 триллионов 430 миллиардов долларов. руководители BlackRock еще до начала нынешней пандемии COVID-19 делали некоторые заявления, которые тогда было трудно понять. Например, в ходе встречи Центробанка в Джексон Холл в августе 2019 года они настаивали на том, что следует разрушить китайскую стену между денежно-кредитной и финансовой политикой. В 2020 году на наших глазах такое разрушение происходит. Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финг заявил, цитирую, «Мы находимся на пороге фундаментального переформатирования финансов». Конец цитаты. Командовать процессом переформатирования будет именно BlackRock. Величина тех активов, которые BlackRock считает правильными и устойчивыми, в кавычках «состейнабл», в скобках «состейнабл» на сегодняшний день оценивается в мире 17 триллионов долларов. Но за пятилетие они могут увеличиться по оценкам до 120 триллионов долларов. Руководители фонда BlackRock уже заявляют, что их клиенты как инвесторы часто вкладывают деньги не туда, куда следуют. В ближайшие пять лет они обещают, что клиенты фонда активы которых находятся в трастовом управлении фонда сумеют перестроиться и будут делать правильные в кавычках инвестиции. В итоге активы клиентов фонда могут удвоиться и достигнуть величины 14-15 триллионов долларов. С учетом того, что борьба с COVID-19 перерастает в гораздо более масштабную и долгосрочную операцию по перестройке всего мира, я могу сказать, инвестиционный фонд BlackRock возглавит великую перезагрузку. Конец статьи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...